Болтком Как встретились, так и поговорили Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии Интересные люди Случайные встречи Неожиданные интервью Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться Для хорошей беседы не нужен повод И время не имеет значения Но место встречи изменить нельзя Спасибо, ребят, очень круто Наконец-то высказался, что так Только на Радио Болтком В любое время дня и ночи Программа «Встретились, поговорили» Ну, не ночь, но день, как обычно, среда И у нас на часах 11 часов Это значит, что мы встречаемся и говорим с Ольгой Троицыной, с коучем И здравствуйте, доброе утро или добрый день, Ольга Добрый-добрый день Мы в прошлый раз начали очень интересную тему Тему личного бренда Я напомню, что говорили мы о том, что такое личный бренд Приводили примеры личного бренда Обсуждали, для кого он необходим Для чего он нужен Говорили о его преимуществах Ну и, может быть, для наших слушателей, которые пропустили передачу Вот буквально, ну вот одним словом В чем разница между личным брендом и репутацией Ну то есть мы понимаем, что у каждого человека тоже есть репутация Репутация умного человека, репутация бездельника, репутация там ловеласа Ну то есть вот в обществе как бы принято какой-то такой шлейф И в то же время мы говорим о личном бренде В чем вот вроде бы не совпадающие, но немножко как бы перекрывающие друг друга понятия Очень хороший вопрос Если мы обратимся немножко к прошлому эфиру Я тогда рассказывала, что я придумала свое понятие Что такое личный бренд для меня И сказала, что это системный подход к формированию целостной личности И вот слово системный я заменила на интегральный Мне показалось, это более правильное такое слово, которое к этому подходит И вот если мы говорим о том, что создание личного бренда это интегральный подход То репутация является одной из важных частей, но точно не единственной И конечно, когда человек будет выстраивать личный бренд Вопрос репутации поднимется И над репутацией надо будет работать Я думаю, что необходимо будет изучить, что же было и что же происходило с этим человеком До сегодняшнего дня И какую репутацию он уже наработал То есть если человек уже был публичный Или достаточно общительный То можно даже устроить определенный опрос людей, друзей, клиентов Как они видят этого человека Если мы возьмем, например, людей большого бизнеса То практически у всех собственников этого бизнеса есть определенная репутация И эта репутация, она, естественно, передается или перекладывается на эту компанию И когда человек идет работать в эту компанию Ему очень важно, что же в этой компании происходило до этого Кому же эта компания принадлежит Какие процессы там происходят Самое главное, как в этой компании принимаются решения Это же всегда очень интересно То есть делается собрание Вроде как все приходят к единому мнению Потом приходит собственник и говорит о том, что все очень здорово Спасибо всем большое Но делать мы будем совершенно по-другому И это тоже является репутацией То есть насколько человек он авторитарный, наверное Или насколько он там слышащий И вот из таких вот мелочей и складывается И если мы говорим о построении личного бренда И этот человек идет дальше Ну не знаю, как мы говорили Может быть в политику Может быть в какую-то социальную сферу Если до этого все знали о том, что он всех послушает и делает по-своему То, естественно, этот момент уже будет иметь огромное влияние для дальнейшего его продвижения И, конечно, с ним будет сложно И, конечно, эти люди, которые будут с ним сталкиваться, зная о том, что он все равно сделает по-своему И он такой непоколебимый в своих решениях А не эластичный Конечно, это будет определенная сложность И, исходя из этого, уже будет складываться какой-то личный бренд Либо над этим моментом надо будет работать Либо он остается как есть И человек двигается вперед Ну что же, я думаю, что мы ответили на этот вопрос Для наших слушателей Но тогда На чем мы остановились Вот с чего, с какого момента Мы будем тогда продолжать рассказывать Вот о личном бренде О построении личного бренда Да, у меня все записано Мы остановились на моменте Мы начали обсуждать Для кого же нужен личный бренд То есть, на самом деле, да Мы на прошлом эфире проговорили Про американских звезд Которые, помимо того, что Там звезды-то спорта Или это были какие-то киноактеры А, нет, российские тоже, извиняюсь Да, о том, как они использовали личный бренд В создании собственного бизнеса И как здорово, фактически, они на этом зарабатывают Хотя это не имеет прямого отношения К их, ну, спортивной карьере Или к, допустим, карьере актера И, в принципе, перешли к моменту У нас был очень хороший такой, я считаю, вопрос Звонок Неужели это все про деньги? Да, где же личность? И неужели это все связано только с деньгами? И тогда мы обсудили И, в общем-то, привели примеры людей Которые отстраивают личные бренды У которых есть желание влиять на людей И продвигать свои какие-то идеи Как мы говорили, это могут быть идеи экологии Это может быть философия Это может быть политика Да, и различного рода Такие, наверное, амбиции человека Когда ему становится очень важно Чтобы его услышали И чтобы за ним пошли И фактически, да, мы остановились На таких более жизненных примерах Как простые эксперты Или предприниматели Могут и зачем им нужно Отстраивать личный бренд Что они в конце Как бы построения этой системы Что они получат Вот, наверное, на этом мы остановились И тогда мы можем с этого места Как раз и продолжить Потому что, наверное, для людей Которые занимаются бизнесом Это самая интересная и практическая часть Нашей сегодняшней беседы Да, и, кстати, это перекликается хорошо Мы, был план Я думаю, что мы расскажем О плюсах и минусах построения личного бренда И вот я думаю, чтобы не повторяться Мы фактически можем как раз-таки и проговорить Про плюсы построения личного бренда И это ответит на вопрос Зачем это нужно там экспертам или предпринимателям Да, хорошо Так, ну, естественно Если мы говорим о бизнесе Не о социальной какой-то деятельности Конечно, люди, которые решают Развивать свой личный бренд Безусловно, деньги для них Являются не основным Но той причиной, почему надо идти Достаточно этим сложным путем И что хорошо Что когда человек Занимается построением личного бренда И в какой-то момент останавливается Личный бренд у него уже создан Но этот бренд продолжает работать на него Я как раз перед эфиром думала Надо же привести какой-то пример Давайте возьмем даже звезд музыки Которые умерли Но их песни продолжают слушать И их дети продолжают получать авторские права Правильно? Какие-то доходы Да, это классические примеры Элвис Пресли Это Майкл Джексон Ну и, наверное, Джона Лена Она можно сюда же привлечь Поставить в этот ряд То есть там периодически Кто-то из них становится на первое место Кто-то чуть-чуть опускается Но там вот где-то тройка лидеров Она вообще не меняется Вот И даже если взять, наверное, например Не только музыкальную Но люди, которые вполне вероятно Что-то изобрели И защитили эти авторские права И этим изобретением до сих пор пользуются Я тоже думаю, что их наследники Получают какие-то деньги И фактически Их вот этот личный бренд И использование их Наверное, возьмем даже Мерлин Монро Альберт Эйнштейн Их везде используют Или образы Или цитируют Или их исследования Я вот, кстати, не прочитала на эту тему Но я уверена, что Возможно, происходит до сих пор Монетизация их образов Их имен, фамилий Или их личного бренда Ну и сюда в этот же ряд Можно, наверное, добавить И многих действительно деятелей Не только шоу-бизнеса Даже вспомнить Знаменитую фотографию Чи Гевары Которая тиражируется до сих пор На всевозможных футболках Плакатах То есть она живет Как будто бы своей жизнью Я уверена, что Наверное, чтобы поставить Его образ на футболку Надо кому-то заплатить Какие-то авторские Правда? Это же не просто так Что ты можешь использовать Эти фотографии А, между прочим Даже если мы возьмем Источники Бесплатного контента В Инстаграме Ой, не в Инстаграме В Интернете Например, какие-то картинки Есть всего несколько сайтов Где ты можешь Бесплатно получить Эти фотографии А в основном Эти фотографии Защищены авторскими правами Если мы возьмем Известных фотографов Например Мировые известности Я думаю, что Каждая фотография Стоит очень больших денег И использование Даже этой фотографии В своем журнале Или этой идее Это тоже стоит Определенных денег И вот если мы говорим О личном бренде Не является ли это Прямо таким Классическим подтверждением Зачем люди это делают И буквально недавно Я получила журнал ВОК Очень интересно Прочитала статью Женщина-визажист Понятия не имею Кто это такая То есть я знаю Кто такие визажисты Но ее фамилию Не слышала никогда И она сделала Коллаборацию С косметическим брендом Естественно Это какая-то Ограниченная коллекция Была И сейчас По информации На ebay Помада Из этой коллаборации Продается за 200 долларов То есть так Она была в продаже 40 долларов На ebay 200 долларов То есть мы условно Наверное На пост Советском ходопространстве Русскоговорящем Мы даже не знаем Что это за человек И человек Визажист То есть нам казалось И кажется Что это такая профессия В которой Ну какое ты можешь Развитие получить Накрасил перед съемками Получил какие-то Условные деньги Но Если ты мастер В этой профессии Мы тоже говорили Помните Эфир был Про смену профессии Почему мы меняем профессию Потому что мы хотим Стать мастером И когда ты становишься Мастером Ты делаешь то Что тебе нравится Ты идешь по своему пути Ты зарабатываешь Естественно Больше денег И вот человек Стал визажистом Мастером И я думаю Для нее Это огромная Я не знаю Честь, радость И удовольствие Обидеть Что на вторичном рынке Ее коллаборация Продается за такие деньги И мы не будем говорить Что это бренд А это просто Вот один человек Я сразу вспоминаю Довлатова У него была Очень забавная мысль О том Что дворник Он говорил Что дворник В дворе дома Где он жил Мог по мусору Определить квартиру Из которой этот мусор Был вынесен Если этот мусор Не был надлежащим образом Положен Он там шел в квартиру И устраивал скандалы Довлатов делал Неожиданный вывод В любой профессии Наверное Можно добиться Совершенства И нет предела развитию То есть Вот казалось бы Самая обычная Профессия дворника Тем не менее Вот у этого человека Он может Увидев этот мусор Точно сказать Что это За квартирой Его оставил Мне кажется Вообще Дворники Это серьезные люди Не хочу сказать Страшные люди Это большие начальники Попробуют Походить там Где они убрали Ты услышишь Все Потому что Они же управляют Улицей Фактически Что такое улица Это маленькая часть Вселенная Там можем идти Больше и дальше И глубже То есть Это серьезная профессия И вот если мы говорим Дальше О положительных сторонах Развития Личного бренда То конечно Это движение По карьерной лестнице И мы уже приводили В пример И как я уже говорила Что я Делю Локальное И глобальное Построение Личного бренда И локальное Например Внутри одной компании Если в компании Работает штат Примерно Людей Одинаковые Я даже не знаю Ну не профессии Но например Так же как бухгалтера Есть большие компании Где огромное количество Бухгалтеров Там 10 15 20 И вот у человека Есть амбиции Выделиться В рамках этой компании И тогда Конечно Какую-то часть Этой системы Построения Личного бренда Можно использовать И естественно Когда ты станешь Заметным Даже среди Своих коллег Есть больше шанс Что тебя заметят А что такое Быть заметным То есть Как я и тогда говорила И в принципе Основная тема Наверное Построение Личного бренда Это желание Делиться своими знаниями Желание помогать И не ставить В голову угла Сколько тебе За это заплатят Или заплатят ли Просто это Как моя любимая фраза Да Оно сейчас само скажется То есть Оно не может Не сказаться Я не могу Не поделиться Я не могу Не помочь И соответственно Если вы развиваете В своей профессии Допустим Там тот же бухгалтер Ну например Он сидит И рассчитывает Зарплату Да Это достаточно Узкая ниша Ну что ты там Можешь Как бы в этих Зарплатах Пусть у тебя коллектив Там не знаю 100-150 человек Но в любом случае Это вот Но при этом Никто тебе не мешает Узнавать Что делают коллеги Получать какую-то Новую информацию И развиваться Совершенно в других направлениях Либо точно так же Просто посещать Семинары Или какое-то обучение На общие темы Да И вот представляете Там из 15 человек Один человек Инвестировался Сходил Послушал семинар Получил какие-то знания Вернулся в компанию И рассказал об этом То есть не просто Положил на стол Да Эту папочку О том, что это он узнал Какой я молодец Я теперь умный И может быть Когда-то мне это пригодится Наше налоговое законодательство К сожалению Очень печальное Оно меняется Раз в месяц Раз в квартал Раз в полгода То есть полученные сегодня Они ничего не будут стоить Новое законодательство Кажется Кажется Тем самым Отвлекать В четверг И через свои Право можно и нужно И нужно идти дальше Но только Откуда 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 у меня на это время Зачем мне это надо Кому вообще надо То, что я делаю А неужели кто-то Вообще будет читать Мой этот блог То есть там идет Такое сопротивление И конечно Как я говорю Но ответ нет Ты насильно Мил не будешь Ты не можешь Человеку насильно Объяснить Что ему нужно Это делать А если у него Есть внутренняя потребность И он делится Этими знаниями Оно все и получается Ну что же Это мы касаемся Плюсов Есть ли какие-то Минусы Личного бренда Есть Есть не минусы А есть наверное Сложность построения Личного бренда Первая сложность Что мы Все Хотим Все и быстро И как мы С коллегами Тоже коучами обсуждали Достаточно большое количество Клиентов Которые думают Что они придут На одну сессию И их жизнь изменится Вот прямо сразу Что я все проговорю Мне скажут Что я делал не так Я придумаю Что мне надо делать так И завтрашнего дня У меня будет там Светлое будущее И вот с личным брендом Я думаю Тоже многие думают Что вот я Месяцок Да Похожу на какие-то курсы Я так и будет Сделаю блог Я в этом блоге Буду делиться Я буду коммуницировать И через месяц Произойдет что-то Меня заметят Может быть Меня там Пригласят В большую компанию Мне сразу будут платить Много денег И я получу Вот этот вот Быстрый результат Вот это самая Большая ошибка И Наверное Если Хочется чего-то быстро То это точно Не тот путь Можно Можно подумать Над чем-то другим Да Что гораздо быстрее Приведет к этому результату Потому что Мы только что говорили Личный бренд работает И после смерти То есть Давайте мы возьмем Временную линейку Да И отмерим все-таки Для того чтобы этот бренд На нас работал После смерти Одного месяца Построения Ну наверное Никак не хватит Ну мы сейчас Разочаровали Может быть Тех любителей Которые сразу Мечтали о том Что сделав Две-три записи В блоге Они станут Топовыми блогерами Рутюба Но тем не менее Вот Хорошо Если Есть такое Нетерпение То тут придется Умерить свои амбиции Есть ли еще Какие-то сложности Да Безусловно Это наши Внутренние ресурсы Это время Это энергия Это наши Приоритеты И Наверное Когда человек Принимает решение Заниматься Своим личным брендом Он должен четко понять Что это надолго И это не про быстрый результат А про то Что необходимо Очень правильно Распределить свои ресурсы Да И Как мы тоже говорили В одном эфире Когда мы убираем Сверх ожидания Мы наверное Можем Продлить Этот Любой процесс Намного дальше Да Это Вот Я даже не знаю Например Поиск работы Да Человек занят поиском работы Обязательно Он ставит Какой-то срок В течение которого Он хочет эту работу найти Да Ну месяц Это вообще идеально Он понимает Что это быстро Ну например Три месяца И все Я вот Считаю Что вот это Вот крайний срок И в результате Если проходит Например Три месяца И человек Эту работу Не находит Что происходит Происходит Некое Внутреннее Такое выгорание Да Потому что Ты ждал Ты работал Ты три месяца Ходил на собеседование Да Или писал себе Или еще что-то И ты через три месяца Не нашел И это такой Переломный момент Да Казалось бы Ну какая тебе разница Это два месяца Или четыре месяца Но вот в голове У нас уже стоит этот срок Что это три месяца Да И вот по прошествии Этих трех месяцев Вдруг что-то Вдруг что-то ломается Внутри нас Да Мы перестаем Хотеть искать работу Мы начинаем Отчаиваться Мы думаем Что значит Мы никакой Хорошей работы Недостойны Да И придется брать Тогда что Потом может произойти Мы берем Первое встречное Предложение Правильно Которое нам подвернется Может быть оно И не соответствует Всем нашим ожиданиям И платят меньше Но вот эта вот Кармическая история Про три месяца Да Она фактически Нам заваливает Весь наш будущий результат И мне кажется Вот это очень важно В любом процессе И это не только Поиск работы Возможно это поиск Спутника жизни Да Вот все до там Не знаю Двадцати до двадцати пяти До тридцати лет Да Мне надо найти вторую половинку Если нет То все Я больше никому не нужна Вот мы как-то Ужасно любим Вот эти вот в крайности Бросаться Да Что вот Если до сегодняшнего дня Ничего не произошло То все как бы Мир рухнет И вот мне кажется Относительно личного бренда Это ровно так же То есть тут Ты вообще не можешь Ставить крайней даты Вот Ну вот просто Да Ее нету Ты становишься на этот путь И ты начинаешь этим заниматься В какой-то момент Когда ты понимаешь Что тебе это Может быть неинтересно Выстроить какую-то Минимальную систему Поддержания Этого личного бренда Да Что такое минимальная система Минимально Что-то выкладывать В соцсети Да По своей области Потому что ты уже Как бы человек-то разогнался То есть у тебя уже Эта система отстроена Ты уже знаешь Что в нее входит Да И ты можешь уже варьировать То есть будешь ты Сто процентов Вкладываться Или Можно Ну на каком-то вот Ну прожиточном минимуме Как я говорю Потому что возможно Через год Снова возникнет Необходимость И начинать с нуля Будет очень сложно А поддерживать это все Достаточно Можно придумать систему Такую простую Экологичную Не энергозатратную Ульга У меня сразу возник Такой Ну ну Дилетантский Наверное Но может быть С точки зрения Слушателей Немаловажный вопрос А что Если Может ли Выстраиваться Личный бренд Сам Ну то есть Вот человек Живет Как бы не Зацикливаясь На том Что он Занимается Своим личным брендом А просто Делает Свою работу Может быть Искренне Вот радуется Делится своими знаниями Но не Думая о том Что он Преследует Какую-то цель Но тем не менее Вокруг него Создается Во-первых Репутация Ну целеустремленного Человека И Можно ли сказать Что даже неосознанно Он Создает Вот Свой личный бренд Может быть Даже не Отдавая себе Отчет в том Что он сделал А тогда Наши эти два эфира Для этих людей Являются чудесным Подарком Потому что Прослушав Нас Они Составят Какое-то Мнение О том Где они Есть Что они Делают И чего Им еще Не хватает Для того Чтобы это Называлось Личным брендом А может быть Вообще Всего Хватает И вот Представляете Вы делаете Делаете Неосознанно И тут Послушав Например Наш эфир У вас происходит Вообще Инсайт О том Что Боже мой Вот оно Это то К чему я шел И теперь Будет один Единственный вопрос Как я наилучшим образом Это могу использовать Что я теперь Хочу с этим делать Или чего Мне еще не хватает Для того Чтобы Я стал Еще Потому что Включается Осознанность То есть Чего мне не хватает Чтобы я стал Еще лучше И мой личный бренд Стал еще Эффективнее Погулярнее Интереснее Опять-таки Все идет Про монетизацию И вопрос А правда ли я На этом личном бренде Зарабатываю Может быть Он отстраивался Как-то параллельно От меня А работал я Просто Например У учителя Вот возьмем А если взять Все составляющие Сложить И какая-то Публичность у меня есть Пусть это не соцсети Не обязательно Но может быть Я выступал На каких-то конференциях На каких-то слетах У меня есть Какие-то Например Кружки по интересам У меня есть Свои выпускники Которые до сих пор Со мной общаются И если сложить Все это вокруг Вот оно И тогда Из-за этого Можно придумать Я не знаю Это может быть Какой-то онлайн Оффлайн Какой-то курс Согласитесь Потому что Получается Что человек Уже мастер Своей профессии Если например Учитель истории Для меня история Это трагедия Со школой И у меня дети учатся Тоже я вам хочу сказать То есть Интереснейший предмет Почему-то в школе Превратили В какую-то катастрофу То есть Интересно Донести не могут И сейчас мы смотрим Бесконечные сериалы Для того Чтобы пытаться Как-то Через развлечения Наверное Подойти к этой теме И я думаю И я думаю Все эти исторические сериалы Они и созданы Потому что В школе Интересно Нас этому не учат И вот Представляете Сложив это все Этот учитель Понимает О том Что Боже мой То есть Я же могу Не просто Вести уроки Для детей И эти поколения Меняются Я же могу Создать Какой-то Более ценный Продукт Мы не говорим Можно и книгу Написать Мы тоже Обсуждали Правильно То есть Это в зависимости От того Какой слог у человека Ну книгу сейчас И дети-то мало читают Это скорее Может быть Какой-то подкаст Какая-то Может быть Аудиокнига Которая еще проще Ты можешь Просто ее наговорить То есть Там дальше Открывается Огромное количество Возможных Вводить экскурсии Скажем Рассказывая О каких-то Интересных Исторических Фактах И дальше Это уже Сколько Фантазий Хватит Вот Понимаете Как это работает И дальше Сколько Хватит Фантазий То есть Мы начинаем Разматывать Этот клубок Про себя А что еще Я могу А что еще Я хочу А что еще Я из этого Могу Там даже Не вытащить Как еще Я могу Это оформить И быть еще Более полезным И вот Соединение Вот этих Двух вещей То есть Потребности В самореализации И интерес Окружающего мира К вашим знаниям Они создадут Ту единую Классную Систему При которой Всем будет Очень хорошо И интересно Ну я могу Кстати Сразу привести В пример Вот моего Преподавателя В институте В историко-архивном институте Наталья Ивановна Басовская Которая Вела Лекции По истории Ну древнего мира И средних веков И настолько Она увлекательно Это делала Что она получила Приглашение На радио Эхо Москвы Где вот она С Алексеем Венедиктовым Вместе вела Программу Они через Личности Пытались Рассказать об истории Взяв вот какую-то Одну яркую Интересную личность Она Как никто Она знала Она рассказывала Об этих людях Как будто бы Это вот Соседи Вот из соседней квартиры Люди То есть она Она знала Все детали Мелочи Что они ели На завтра Как они жили С кем они Дружили С кем они Ссорились И в результате Эти лекции Эти передачи Уже имели Такой успех Что она стала Издавать книги Именно не Научные монографии А уже популярные Книги Которые пользовались Огромнейшим успехом Людям всегда Хотелось узнать Вот об Об этих Исторических персонах Вот ну просто Одно за другим Просто как вы Все это рассказывали То есть Потому что Возможно Все И это же Самое главное Вот этот вот Глубокий И глубинный Интерес К предмету Что ты делаешь И это вообще Не важно Это может быть Бухгалтерия Это может быть История Абсолютно Во всем Можно найти Этот интерес И если ты Можешь рассказать О сложном Простыми словами Ты уже Специалист Да И я тоже Когда училась То есть В чем считается И мне тоже Очень нравится Слушать лекторов Которые там Могут рассказывать Про квантовую физику Вот как будто Это вот Что-то простое Да Как яичницу На завтрак сделать Или врачи Которые могут Рассказывать Какие-то процессы Например Какую-то болезнь По-моему Там доктор Комаровский Страшно популярен Интересный Такой персонаж Достаточно Просто сидит Рассказывает Простые вещи Выйдите на улицу Подышите свежим воздухом И не надо вам Кушать там таблетки И миллионные просмотры И миллионные просмотры Все его слушают То есть А как А что Таких как он Мало Мне кажется Абсолютно Все врачи Знают ту информацию Которую знает Доктор Комаровский Ну нету Никакого эксклюзива Но он Видите Вышел в публичность Ему было интересно Кто-то ему рассказал Что это можно Уж я не знаю По-моему Он даже в ТикТоке есть Кто-то мне сказал Что он эти 15-секундные клипы Даже научился Как бы записывать Понимаете Потому что Ему не сложно То есть Ему задают вопрос Он с легкостью На нее отвечает Ему не надо Часами готовиться И думать Как из сложного Сделать простое То есть Он так живет И он транслирует Свою жизнь И это очень здорово Я думаю Что если Его пригласят А может быть Уже и пригласили Рекламировать Какие-то капли Или делать Какую-то коллаборацию С аспирином Или с витамином С Что это Витамин С Доктора Комаровского Я думаю Что он будет Тоже очень хорошо Продаваться А вообще Он может Еще и свой личный бренд Сделать И продавать Под своим личным брендом Какие-то лекарства Ну такие Общего Направления Да И то что зарабатывает На этом деньги Прекрасная история Нам дозванивался А вот Снова дозванивается человек Здравствуйте Пожалуйста Добрый день Я вот хотела Ваши ведущие Комплимент Сделать Что один из ее брендов Вернее Частичка бренда Это очень хороший Русский язык Внятный Потому что Иногда бывают Какие-то лекторы Или по радио Кто-то Как начинает Говорить Вроде интересные вещи Но такой язык Не очень хороший И просто Невозможно слушать А вам спасибо Это так приятно За такую хорошую Русскую речь И вам И вашему ведущему Очень хорошо Спасибо Спасибо Приятно Можно поблагодарить Моя учительница Русского языка Которая меня в школе Вытаскивала Я не умела писать Сочинения И я ей страшно Благодарна Видите Все-таки Какое-то зерно В меня В общем Да Что-то во мне Такое проросло Ну вот мы говорим Да Вот об этих Сложностях О плюсах и минусах Личного бренда О том Как его И вот мы заговорили Действительно о том Что даже может быть Человек Не осознавая То что он работает На себя Как вот в институте Говорили Сначала ты работаешь На зачетку А потом зачетка На тебя Открывая ее Вдруг увидев Что там пятерки Преподаватель Как бы невольно Вот вдруг понимает Что ну вот поставить Уже Колебания 4 или 5 Вот этот зачетка Она перевесит Может быть Вот Последний момент Кстати так и есть У меня в школе Опять-таки С учительницей русского языка Так и было Я математик И у меня Я шла На золотую медаль Нет На серебряную медаль И учителя просто понимали Да Что там Поставить плохую оценку За сочинение И испортить девочке Будущее Так и было Кстати Вы сейчас сказали Думаю Оказывается Моя зачетка Или мой табель Работал на меня Уже тогда Но есть еще Одни Да Там сложность Некие Подводные камни Постраничного бренда Это Где-то Либо боязнь публичности Либо Думать Что нужно быть хорошим Для всех Да Что ты всем Должен нравиться И что ты будешь Отстраиваться То что ты будешь Говорить Всем будет интересно То как ты будешь Доносить Всем будет интересно Да Что там Чуть ли не 100% Людей вас окружающих Пойдут за тобой И вот Это наверное Самая большая ошибка Потому что Опять начинается Какой-то Внутренний конфликт Может пойти Да То есть у меня есть Определенная точка зрения У меня есть Определенная позиция Мы говорили про то Что социальная позиция Это очень важна И Очень Много Наверное Каких-то социальных процессов Они не очень популярны Да То есть обязательно Есть Лагеря Есть Группа людей Которые отстаивают Одни интересы И Есть группа людей Которая будет отстаивать Совершенно противоположные интересы Но допустим Если мы защищаем бабочек То я думаю Что мы не встретим Какого-то большого сопротивления Да Но если Мы говорим О каких-то там Политических процессах Например О языковых Да И кто-то человек говорит Вы знаете А я за то Чтобы вообще Не проводить разницы Например Между русским и латышским языком Я вообще не понимаю О чем мы здесь Да Мы живем на территории Одной страны И мы все должны Объединиться Для того Чтобы эта страна Процветала Да А какое соотношение Языковое В этой стране Это вообще не имеет значения И я уверена Что у такой позиции Найдется огромное сопротивление Скажут Ну как же так Это же все-таки Латвия Да Латышский язык Он основной И не надо рассказывать Что тут Русский язык Будет настолько же Например Да Популярен как и латышский И тут конечно Может пойти конфликт И отстаивать свою Вот эту позицию Что мы Как бы Все языки Одинаково Равны и важны В Латвии Будет сложнее Да Но в этом и состоит Тоже Я думаю Что и сила Этого личного бренда Да И позиция этого человека И в любом случае Она будет заслуживать уважения Но будет очень важно Конечно Как он Отстаивает эту позицию Агрессивно Не агрессивно Да Может ли он Донести экологично Почему он так считает А правда ли он Не хочет никого обидеть Или это больше Ну вот как есть слово Хайп Да То есть он взял эту тему Потому что она является Такой модной И пытается Например Стать популярным Или отстроить личный бренд На этой теме То есть там тоже Очень много таких моментов С которыми придется столкнуться И надо иметь Внутренний стержень Внутреннюю силу Да Чтобы это преодолеть И понять Что всем Мы нравиться Не будем Никогда Ну кстати Здесь я могу сказать Что очень тяжелый Ведь момент Например И театрального Или кинокритика Особенно когда Ну вот он пишет Не о фильме Голливудском А например О фильме Который Ну вот если Брать латвийский Вот в Латвии Снят Фильм Скажем Режиссера С которым Ты может быть Пересекаешься На каких-то Ну общих там Тусовках Мероприятиях И написать Например Ну вот Если тебе не понравился Этот фильм Ты считаешь его слабым Ты можешь С одной стороны Вроде бы Обидеть человека Он перестанет С тобой здороваться Может быть Перестанет приглашать На премьеры Своих фильмов Или так далее И тому подобное Но с другой стороны Ведь написав Честно и открыто Ты будешь честен И со своими читателями Которые не будут Ну которые поймут Что ты Не пытаешься Их обмануть Не пытаешься Ну чтобы понравиться Вот какому-то человеку Там закрывать глаза На недостатки А ты пишешь откровенно Что да К сожалению Вот была Неудачная картина Неудачные Там решения Такие-то Такие-то Игра актеров Вот трактовка роли Была совершенно никуда не годной И так далее То есть Это тоже требует Определенного мужества И да Я вот пока слушала У меня даже такая мысль возникла Это же вопрос Краткосрочности И долгосрочности Да Например Вы решили себя попробовать В роли критика Да Вы много читали Много смотрели Но вы не были еще В этой профессии Кангрессменной профессии И вы вот сталкиваетесь Что вам интересно В этом мире Вы хотите со всеми дружить Да Со всеми актерами Режиссерами Вы хотите всех нахваливать Вы это все сделали Вам все фильмы нравятся Никакой критики нету В краткосрочной перспективе Вы со всеми просто В хороших отношениях Да Вас почитали Но Насколько Это может быть Долгосрочная история Если все будут знать Что этого Условно критика Который никого не критикует Он всех хвалит Да То есть Ваш я думаю Что опять-таки Рейтинг Да И авторитет Упадет Потому что Ну Никому не интересно Какой смысл Его тогда приглашать Тогда он все равно Всех будет нахваливать И интересно Тут же тоже Задача критика Вообще Мне кажется Очень сложная Да Кармически Мне кажется Сложная Потому что Он же через призму Своих знаний Может показывать людям Зону роста То есть критики Это не то Вот как мы Я посмотрел Там какой-то боевичок Ой там мало людей Убило Или крови было мало Все я больше туда не пойду Да Там же есть тоже Огромная сложная Система анализа Не потому что Понравилось Не понравилось И этой системой Анализа Не обладают Все остальные Почему они Этого критика И читают Да Потому что Он рассказывает Что конкретно Было не так Где-то что-то Может быть Было нелогично Да Где-то может быть Несоответствие Своему времени Где-то может быть Не знаю Костюмы не соответствовали Да Эти люди Режиссеры Они же творческие Они таких моментов Могут и не знать Если они пригласили Огромное количество Консультантов То продукт получился Такой как получился И безусловно Критики в данном случае Делают неприятное С одной стороны Но мне кажется Очень важное дело Но это надо быть Очень сильным Я согласна Чтобы вообще Идти или в ресторан Критика Или там Критика Это просто Такое призвание Должно быть Но я к тому Что действительно Вот вы упомянули Что нравится всем Должен ли ты Нравиться всем И очевидно Когда ты Выстраиваешь Вот свой личный бренд Как эксперт Ты Даешь какую-то Свою экспертную Оценку Ты не должен Держать в голове Что ты должен Кому-то угодить И нравиться В принципе Тебя оценивают Именно за Беспристрастность И за Твои знания Что ты можешь Объективно Дать оценку Да Потому что Боязнь критики Она Мне кажется И погубит все Потому что Критика будет Обязательной Естественно Чем дальше идет Человек Чем популярнее Чем его больше Слушают и видят Тем больше Критики будет И соответственно Вот это вот Просто Даже не принимать А пропускать Благодарить за это Сказать спасибо Это ваше личное мнение Что-то Если есть в этом Я могу это принять Если нет То просто проходить И делать свою работу Опять-таки Потому что Вы не можете ее не делать Потому что Вы не можете Не реализовываться А если первая критика Вас уже сбивает С вашего пути И вы думаете Да зачем вообще Мне это надо Лучше вернусь обратно В компанию И буду там Бумажки перекладывать Но это тогда тоже Хорошая проверка Правильно На внутренний Вот на этот стержень Насколько мы готовы Встать на этот путь Ну и плюс Наверное последний Такой подводный камень Это Пессимистичное настроение Да Потому что Есть же люди Ну все равно Оптимисты Есть пессимисты И вот с таким настроением Слона не продаж Вот мне кажется Если настроение неправильное Для продажи слона То тоже Заниматься Страиванием личного бренда Еще наверное Не время И Тут самое время Подумать О своем внутреннем состоянии Об уровне энергии В тебе Да Как мы и говорили Что для любого начинания В любом случае Должна быть энергия Если энергии нету То куда уж там Личный бренд Да То там Ну элементарные даже вещи В жизни уже сложно реализовывать Поэтому нужно поработать На своем внутреннем состоянии Да Наверное конечно Чтобы В этом Людям Людям передавалось Вот может быть Это настроение Потому что Мне кажется От этого зависит И уверенность В себе Вот люди уверенные В себе Они вызывают Какое-то Ну подспудное доверие Может быть Между тем У нас звонок Здравствуйте Добрый день Вот все-таки Тем не менее Я наверное Как бы Огорчу Негативно Так сказать Отнесусь Потому что Для вот такого Креативного И визуального подхода Нужен талант Нужен Как говорится Амбиции Нужна какая-то Цель преподавательская А сейчас Если мы говорим О существующей Образовательной системе Преподавателей Скажем В точке истории Все выгорели Абсолютно Им все По 200 человек По 150-200 человек На каждого преподавателя И им это все Равно Так сказать Даже если Идет речь Очень интересные Исторические факты Которые можно Обсудить И посмотреть С разной точки зрения Они тут же Ломаются И говорят У тебя же вся жизнь Впереди Что ты попаришься На таких мелочах Поэтому Могут быть исключения Наверное Вот Я знаю одного исключения Это Гусев такой И преподаватель И историк Но Надо разделять Преподаватели Или историки Одновременно быть Держу всю жизнь Вот в этих Преподавателях Куда мне Вот я буду По методичкам Лучше Так спокойнее Ну Отсутствие амбиций Во-первых Как мы и говорили Что амбиции Далеко не у всех Есть И не должны быть И если бы мы все Были амбициозны Вообще довольно интересно Что бы происходило В этом мире Да Если бы мы все Шли вперед По головам Отстраивали личные бренды Но это была бы Какая-то полная ерунда Но амбиции Естественно Можно развить И я думаю Что это очень сильно Зависит от окружающей среды Вот насколько люди Окружающие нас Могут нас приземлить Как я говорю Да Сказать что мы никто Ничто И это могут быть Кто угодно И родители И лучшие друзья Которые не очень Заинтересованы В нашем развитии И точно так же Какое-то окружение Может нас Я не знаю Вдохновить И окрылить Да На подвиги И представляете Если вы что-то делаете И в течение Короткого периода времени Большое количество людей К вам подойдет И скажет Что вы просто гений Да И почему вы это Не рассказываете И почему вы этим Не делитесь У вас же так классно Все получается Да У вас есть талант В этом во всем И вот услышав Вот это вот Это преодолеет Это выгорание Да Потому что человек Начнет верить в себя Да И как мы говорили Это большая проблема Сделать комплимент Друг другу Да Просто даже внешнему виду А вот подойти к человеку И сказать Что вы им восхищаетесь И у него есть талант И это может его сподвигнуть На какой-то шаг вперед Это наша ответственность Да И человека Насколько он позволяет Другим людям Его недооценивать Или обесценивать И точно так же Ищет ли он окружение Которое может дать ему Вдохновение Да И дать какие-то там Абиции для движения вперед Потому что за нас Это никто не сделает За нас Нашу жизнь Никто не проживет И вот это тоже Такой вопрос Ответственности И о том Что значит Вот личный бренд Для каждого человека Нужен ли он каждому Как Какие плюсы и минусы Вот личного бренда Какие сложности С которыми мы можем Столкнуться на этом пути Ольга Спасибо большое До следующей среды До 11 часов До следующей среды И было бы очень интересно Я могу на примере Какой-то профессии Показать Как отстраивать Личный бренд Потому что Когда мы говорим Обо всем Мы говорим Ни о чем Если мы можем выбрать Я не знаю Может быть Три разных профессии То это было бы Наверное Гораздо более наглядно Интересно слушать Так что В любом случае Можем продолжить Конечно Эту тему Я с удовольствием Спасибо большое Хорошего дня До свидания Радио Болтком Хочешь выиграть 100 евро?